В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с местом строя. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засазят кустарниками и травой. Деревья же, новые саженцы, расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Для Самары это очень важно. Во-первых, это престиж, это лицо города, это красота такая. А во-вторых, представьте, вот наш город такой вытянутый, длинный, и как людям с Безымянки с того конца города в исторический центр тяжело попасть. Это и пробки, и долго. А представьте, студенты, как легко им будет ездить в свои вузы. Так сложилось, что основная масса вузов у нас находится где? В центре. Набережная, театры, выставки. Везде народ может попасть спокойно и легко. Даже школьники, пожалуйста, и областная детская библиотека, и для студентов областная библиотека. То есть это станет легче и проще.